И снова здравствуйте! В студии я, Михаил Китанин. Солнце в зените, жизнь кипит, а значит пришло время узнать, что еще нового произошло в Саратове и области. Из-за понижения уровня воды в Волге отменили речной маршрут. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Прекращены перевозки на участке Усовка-Кошели. Для обеспечения безопасного хода речных судов движение на данном маршруте со вчерашнего дня временно осуществляется от Саратова до поселка Усовка. Восстановление маршрута Саратов-Кошели планируется на 15 июня. Иностранцы совершили 101 преступления в отношении саратовцев. В мае этого года сотрудники правоохранительных органов провели 5 спецопераций, в результате которых выявлено почти 50 иностранцев, незаконно находящихся на территории губернии. Среди них граждане Азербайджана, Украины, Молдовы, Грузии, Вьетнамы, Израиля и Индии. В отношении саратовцев иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 101 преступления. В свою очередь в отношении иностранцев, зарегистрировано 7 преступлений. Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава Саратова Олег Грищенко и исполняющий обязанности главы администрации Алексей Прокопенко проверили Кировский район. Однако неожиданно отступив от намеченного маршрута, участники рейда направились к автовокзалу. Состояние прилегающей территории вызвало много замечаний. По мнению Алексея Прокопенко, чистоты на привокзальной площади можно добиться, только если дворники будут проводить уборку в течение всего дня, а не один раз в сутки для галочки. Однако все эти проверки больше похожи не на заботу о городе, а на самопиар. Меньше чем через год состоятся выборы в городскую думу и политическая борьба уже началась. Определили минимальное количество баллов по ЕГЭ. Так, проходной порог по биологии 36 баллов, по литературе 29 баллов, по информатике 41 балл. Также Рособранадзор принял решение перепроверить работы, которые получили высокие баллы, но вызывают сомнения. Экс-сенатор Сергей Шувалов стал заместителем председателя правительства Саратовской области. Напомню, его полномочия в Совете Федерации прекращены 13 мая. По закону его должны трудоустроить на прежнее место работы, то есть предложить должность вице-губернатора. Но в настоящий момент этот пост уже занят, поэтому Шувалову пришлось довольствоваться местом рядового зампреда. Теперь он будет курировать вопросы, связанные с функционированием электронного правительства. Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалбу экс-главы администрации Яршовского района Ивана Типцова. Напомню, 11 августа 2009 года решением суда Типцов был снят занимаемой должности. В январе этого года он решил обжаловать постановление в Верховном суде Российской Федерации. Ранее Типцов уже пытался оспорить данное решение в Саратовском областном суде, но приговор остался без изменений. Это первый случай в России, когда чиновника уволили через суд за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В Саратовской области отремонтируют 630 домов. Фонд содействия реформирования ЖКХ включил Саратовскую область в бонусную программу по капитальному ремонту. Из федерального бюджета губерния на эти цели получит почти 600 миллионов рублей. Министерство строительства и ЖКХ планирует на эти средства отремонтировать 630 домов. В результате улучшит жилищные условия 98 тысяч саратовцев. Государственная инспекция труда в Саратовской области первой в России открыла веб-приемную. Теперь получить консультацию специалиста можно по интернету в реальном времени. Мера вынужденная. В период экономического кризиса нарушений стало гораздо больше и реагировать на них надо оперативно. Среди самых распространенных проблемы при увольнении и сокращении. При обращении жалобы придется указать свою фамилию, иначе не будет оснований для проверки. Но инспекторы обещают сохранить анонимность, так что работодатель никогда не узнает имя сотрудника, который решил бороться с нарушениями. День защиты детей вместе с журналом «Антенна Телесемь» и радиостанцией «Юмор-ФМ». Необычная акция проходит в парке Липки. На мероприятие пришли самые активные читатели журнала и постоянные слушатели самого веселого радио Саратова. Целый месяц их фотографии участвовали в конкурсе. Победительницы, маленькая модель Софья Шубина и ее мамы Ирина уже получили свои призы. Помимо праздничной программы, все желающие могли передать свои приветы на радио. Организаторы уверяют, в сегодняшний день все гости еще долго будут вспоминать с улыбкой. Пое областного правительства необычная выставка. В рамках проекта «Деты мамы» здесь собрали фотографии детей-сирот и тех, кто уже обрел семью. На мероприятие пришли представители министерств, детских домов, а также общественники. Посетил выставку и губернатор Саратовской области Павел Ипатов. Организаторы объясняют, главная цель – привлечь внимание к тем, у кого нет собственной семьи. На этом у меня все. Следим за самыми важными событиями Саратова и области вместе с Фордпост ТВ.